От Рождества и до Крещения все эти дни отмечают святки. Традиционно на Руси это время веселых гуляний, народных обрядов. Принято ходить в гости, преподносить подарки, помогать нуждающимся. С окончанием поста собираться за большим столом с чаем и пирогами. Для детей одно из самых любимых развлечений поколедовать и получить угощение, а для девушек погадать насуженного. О праздничных обычаях Андрей Кузнецов. Пусть как варена жена, красно солнышко, Пусть как вареновые детки мелкие звездочки. Пришла каледа, тварей ворота. В Ипатевской слободе святочные гуляния полным ходом. Каледующие идут по деревне, стучат в окна и двери, просят пирогов и сладостей. И тут уж лучше не отказывать. Дайте бог, миленький, подольше пожить, побольше нажить, в шейдам и шейтараканов. 12 дней от Рождества до Крещения так называемые святки. Как рассказывают сотрудники историко-этнографического музея, издревле это было временем веселых праздников, шумных застольей и озорства. Когда можно и немного похулиганить, и даже пообщаться с потусторонними силами. Неслучайно в Костроме святочные вечера до сих пор называют страшными. Но разве не страшно вот так запросто заглянуть в будущее? Святки это время, когда открываются порталы в иные миры, как говорят современные люди. Можно узнать, как свое будущее, можно узнать то, что нас ждет, можно погадать. Здесь гадают до сих пор, как несколько столетий назад. Девушки льют в воду расплавленный воск и стараются увидеть в застывшей фигуре черты суженого. На ежика похоже. На ежика похоже. Жених будет колючий, как еж. Или катают кольца по полу, если в сторону двери покатилось быть в этом году свадьбе. Богатый, бедный, щедрый, скупой. И это тоже святочное гадание. По последней ступени крыльца дома определяли, какой будет жених. Что получилось? Важный! В Липецкой области свои традиции. По вечерам здесь разжигают костры в память о предках. Дым этот, греет пяточки тем людям, которые от нас ушли, которых мы очень сильно любили, которых мы помним. Их жизнь, их чистоту, их отношение к своей родной земле. В селе Голиково по ночам светло, как днем. После песен у огня целыми семьями садятся за праздничный стол. Угощаются деревенскими разносолами, ароматными пирогами, холодцом, а еще местным иван-чаем. Самовары с напитком на каждом столе. Наталья Бурдакова без малого 30 лет назад именно на святке нагадала свою судьбу. Будущего мужа шутят, нашла с помощью валенка. Кидали валенок через крышу, куда нос ляжет, на какую деревню, а тут будет жених. Вот у меня левых в сторону Черкасс. Жених у Межчеркасса. Село Черкасса сбылось гадание. А еще по традиции здесь радушным хозяевам на порог сыплют зерно, чтобы год был урожайным. Этого мало дай кусок сала, выноси поскорее, не морозь детей. Каледующих в этом селе всегда встречают угощением и песней. Ведь такими и должны быть святки, веселыми и сытыми. А повеселиться времени еще хватит. По традиции святочные гуляния завершатся только 19 января. Водосвятие. Андрей Кузнецов, Дальмира Бирюкова, Алексей Исаев, Илья Коротков. Первый канал.